Время новостей на телеканале Актис в студии Данил Недзельский, ваш проводник в мире событий. Здравствуйте! И коротко о главном. Удар по бюджету. Сборы в школу подорожали на 15%. Следи за дорогой. Сотрудники ГИБДД провели операцию «Встречная полоса». Чем удивить садовода? В Иркутске продолжается выставка садоводов «Огород, сад, загородный дом». Иркутская область занимает третье место по темпам распространения коронавируса в Сибирском федеральном округе. Такие данные озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных. На сегодняшний день на амбулаторном лечении от ковида находится около 5000 человек. Накануне ситуацию с заболеваемостью обсудили в региональном парламенте. Уровень заболеваемости коронавирусом в Приангарии растет. Сейчас регион достиг показателей декабря прошлого года. Ежесуточно опасную инфекцию выявляют в среднем у 600 жителей Иркутской области. Есть основания полагать, что темпы прироста новых случаев заражения будут еще больше. Методы борьбы с заболеваемостью те же, что и прежде. Вакцинация, тестирование, средства индивидуальной защиты. Детали обсуждались в региональном парламенте. В совещании приняли участие представители Роспотребнадзора и муниципалитетов. С докладом по теме выступил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелихов. В настоящее время на стационарном лечении находится 654 человека. Из них 56 детей, причем 11% пациентов с тяжелым течением. Если рассматривать в настоящий момент мониторинг по заболеваемости амбулаторной, у нас находится на лечении порядка 4900 человек на амбулаторном лечении. Всего на аппарате искусственной вентиляции у нас находится 77 человек. Из них с пневмониями 42 человека, из них с внебольничными пневмониями 28 человек. Из них 107 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Что касается коечного фонда, то по информации областного Минздрава, на сегодняшний день развернуто 935 мест для больных коронавирусом. Мониторинг заболеваемости ведут ежедневно, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных. Внесено предложение вести масочный режим в медицинских и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах населения. Наиболее выражены в возрастной группе от 30 до 49 лет. Болеет в основном взрослые. Доля детей составляет 10%. Однако за прошедшую неделю показатель заболеваемости среди детей вырос на 71%. В свете озвученных данных особое внимание необходимо уделить санитарно-эпидемиологической безопасности в детских учреждениях, считает заместитель председателя законодательного собрания Ольга Носенко. Совсем скоро начнется учебный год. Дети сядут за парты и велик риск еще более масштабного распространения ковида. Особенно в крупных городах нашего региона необходимо учитывать, что состоятся муниципальные выборы. Знаем, что участковая комиссия находится в основном в учебных заведениях. Также парламентарии обратили внимание на то, что при расширении коечного фонда, а оно может потребоваться уже совсем скоро, необходимо сохранить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Александр Бычков, Местное время. Более 150 специалистов Федеральной налоговой службы из 13 регионов встретились сегодня в Иркутске. Столица Приангаря стала площадкой для проведения деловых игр проекта «Территория общего прогресса». Гостей поприветствовал губернатор Иркутской области. Игорь Кобзев отметил, что 80% бюджета – это налоговые поступления. И жители Прибайкаля относятся к вопросу ответственно. Это в том числе заслуга специалистов УФНС. «Территория Иркутской области, сразу скажу, тесное взаимодействие с налоговой службой Иркутской области, с руководством, с должностными лицами. Очень важно, что сегодня вот это взаимодействие идет на результат всех. В этом году коллеги хорошо поработали, дополнительно плюс 46%. Пятый этап нашего кадрового проекта, он называется «Территория общего прогресса». Это единственный проект, который был создан именно по инициативе наших руководителей, руководителей территориальных налоговых органов. Они просили от нас для того, чтобы мы им помогли выстроить коммуникации внутри коллектива, чтобы мы показали им новейшие HR-инструменты, которые сейчас используются во всем мире. Эта потребность, конечно, реализуется силами сейчас центрального аппарата. Участники обсудят налоговые и кадровые практики, обменяются опытом и рассмотрят проекты развития фискальных органов. Мероприятия пройдут в формате круглых столов и тренингов. В Иркутской области разработают пятилетний график капремонта школ. Документ спроектируют совместно с главами униципальных образований. В нем пропишут и сроки проведения работ. Такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев. Глава региона напомнил, что Иркутская область в 2022 году активно включилась в реализацию федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Проводится капитальный ремонт в 38 учреждениях, 20 из которых примут детей уже 1 сентября. Еще около 30 школ присоединятся к программе в следующем году. До начала учебного года остается меньше недели. Для родителей школьников сейчас самая горячая пора. Их задача подготовить ребенка и при этом не нанести большого урона семейному бюджету. А это непросто. По данным Иркутскстата, траты на сборы в школу в этом году выросли в среднем на 15%. Сколько стоит базовый набор первоклассника, узнавала Кристина Пермякова. Несколько тетрадей, пара ручек и карандашей и школьный дневник. Стандартный набор любого школьника. Вот только первокласснику потребуется намного больше. Цветная бумага для уроков труда, палочки для счета, обложки для учебников и тетрадей. Это только канцелярия. А весь базовый набор первоклассника обойдется родителям Иркутской области примерно в 23 тысячи рублей для мальчика. И почти в 30 тысяч, если речь идет о девочке. По сравнению с июлем прошлого года, некоторые позиции подоржали в среднем на 15%. Такие данные опубликовал Иркутстат. С детьми постарше дела обстоят немного проще. Анастасия Кузьменькова собирает сына в четвертый класс. Говорит, с каждым годом список необходимых товаров становится меньше. В первый класс дороже, потому что у нас с третьего класса остались некоторые принадлежности, карандаши всякое. Поэтому у нас много чего осталось. Выбор сейчас такой, что глаза разбегаются. Дети, кажется, просто наслаждаются процессом, пока родители пытаются найти баланс между ценой и качеством. Одежда, обувь, рюкзак, констовары. Собрать ребенка в школу – целое приключение. Причем не дешевое. В разных магазинах цены отличаются. Но в любом случае это тысячи, а иногда и десятки тысяч рублей. Стильное платье для девочки обойдется в среднем в три тысячи рублей. Школьные брюки и кофта для мальчиков примерно в ту же сумму. И это только минимум. Не стоит забывать и о других расходах. Спортивная форма и обувь, рюкзаки и папки, стрижка, цветы для учителя, банты и колготки. В прошлом году выплаты на детей к школе покрыли хоть часть затрат. В этом нагрузка полностью легла на плечи родителей. Кристина Пермякова, Олег Левченко, Местное время. Ремонт дороги по улице Зурабова в Ангарске завершен. К работам подрядчик приступил в конце марта. На этом участке обновили асфальтовое покрытие и тротуары. Заменили бордюры, установили ограждения. Протяженность улицы больше километра. Здесь располагаются важные социальные объекты. Фонд социального страхования, новое здание гимназии номер один и школа номер четыре. А потому интенсивность автомобильного движения в последние годы стала значительно выше. Этот участок остро нуждался в обновлении. Ежегодный ямочный ремонт не спасал ситуацию. О происшествиях. В Иркутске перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в обмане людей со всей страны. Следователи установили его причастность к 35 фактам дистанционных хищений денег на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. На сайтах интернет-объявлений он продавал несуществующий товар. Каждый из них стоил не менее 100 тысяч рублей. Но эта цена была значительно ниже рыночной. Потерпевшие перевели ему деньги за 15 аппаратов по приготовлению кофе, 6 массажных кресел, 3 батутных городка, свыше 10 тысяч тюльпанов, а также больше 50 килограммов красной икры и 500 килограммов ядер кедровых орехов. Злоумышленник возместил потерпевшим около 1 миллиона рублей причиненного ущерба. Теперь он ждет суда. В Иркутске задержали подозреваемых в контрабанде леса на почти 1,5 миллиарда рублей. По уголовному делу проходят 10 человек. Из них двое иностранцы, которые являются организаторами. С 2016 по 2021 годы они занимались приобретением, переработкой, избытом незаконно заготовленной древесины, документально оформляли сделки и регулировали финансовые потоки. Обвиняемые вывезли более 200 тысяч кубометров леса в Китай и Узбекистан. Арестованы 9 человек. Один из лидеров преступного сообщества находится в федеральном розыске. Четыре человека пострадали в аварии на автодороге Байкал в районе Слюдянки. Там столкнулись Audi 100 и Kia K5, которые двигались во встречном направлении. Оба водителя и пассажиры госпитализированы с различными травмами. ГИБДД отмечает существенный рост происшествий, связанных с нарушениями правил обгона. В целях улучшения оперативной обстановки в Ангарске инспекторы провели операцию «Встречная полоса». В утренний час пик движения на московском тракте особенно оживленно. Этот участок дороги в Ангарском округе считается одним из наиболее аварийных. Прямо сейчас инспекторы ведут скрытое патрулирование, выявляя водителей, допускающих нарушение правил обгона. Все происходящее полицейские фиксируют на камеру. Съемка будет приобщена к административному делу. Штраф за выезд на встречную полосу – 5000 рублей. А в отдельных случаях автомобилист может лишиться водительских прав на срок до 6 месяцев или даже на год, если нарушение допускается повторно. Впрочем, по словам инспекторов, временно остаться без колес – не самый страшный исход для любителей выезжать на встречку. Только за это лето на данном участке дороги в результате ДТП погибли три человека. Еще несколько получили травмы. Мы обращаемся ко всем водителям, чтобы ответственно относились к своей жизни, к своему здоровью. И, конечно же, всех участников дорожного движения, пассажиров, которые находятся в транспортном средстве, ну и тех участников, которые могут в результате этих аварий точно так же пострадать. За время утреннего патрулирования в рамках операции «Встречная полоса» инспекторы составили три административных протокола. В ангарском отделении ГИБДД сообщают, что аналогичные рейды будут проводить как минимум еженедельно. Антон Бархатов, Александр Бычков, Олег Левченко. Местное время. Другим темам. В Иркутске продолжается выставка садоводов «Огород, сад, загородный дом». Она проходит уже в 20-й раз. В Сибокспоцентре свою продукцию представили как дачники со всего Приангария, так и агропредприятия. Чем сегодня удивляют садоводов и что посадить на своем участке, чтобы было красиво и урожайно, расскажем в следующем сюжете. Ароматная земляника, спелая малина, которая так и манит приобрести ее на свой участок. Удержаться, чтобы не купить, невозможно. Сорта поражают необыкновенными свойствами. Малиновое дерево таруса – первый знаменитый сорт штамбовой малины с изумрудно-зелеными листьями, крупными и сладкими плодами. Сорт «Желтый гигант» говорит сам за себя. Он по праву занимает одну из лидерских позиций за скороплодность, высокую урожайность и устойчивость к основным болезням и вредителям. Не только ягодные культуры, но и плодовые декоративные деревья и кустарники, представленные питомником «Сады Сибири». Сливы всех цветов – яблони, вишня, барбарисы, спиреи, пузыреплодник, курильский чай и, конечно, огромное количество всевозможных гортензий и флоксов. Приобрела яблоню. Аркадик называется ранее. Садить буду в Ангарске на даче. Мы с Ангарска приехали. Стоянское зори садоводство. Иркутский питомник «Сады Сибири» – это огромный выбор зимостойких районированных саженцев. Располагается он недалеко от деревни Усть-Куда, на территории более 30 гектаров. Но все дни работы выставки. Посетить его можно здесь, рядом с центральным входом в Сибэкспоцентр. А в Ангарске он находится в 123-м квартале на парковке гипермаркета «Аллея». Сегодня дача снова становится популярной. Все больше людей решаются на приобретение загородных участков. Но купив заветные сотки, встает вопрос, как грамотно расположить постройки и грядки. Здесь лучше довериться профессионалам. Специалисты строительной компании «Усадьба» помогут в ландшафтном проектировании, озеленении, строительстве, благоустройстве. Поставить дом или баню, оформить это красивыми кустами и деревьями, например, голубой елью или сиренью. Добавить малые архитектурные формы, кованые изделия из металла, допустим, симпатичную дровницу или мангал, и ваш участок станет прекрасным уголком комфорта и уюта. Нас можно найти в поселке Пивовариха. Там у нас находится магазин, называется магазин-студия «Усадьба». Там же находится офис компании. Строительная компания «Усадьба» – лучшее решение для загородной жизни. Анна Дергаусова, Дмитрий Новопашин, Местное время. Эфир нашего канала продолжит очередная серия рубрики «Здравствуй, мама». Сегодня свою историю расскажет Данил, ему 12 лет. Мальчик рано потерял родителей. Шестиклассник увлекается оригами и лего. Он добрый и отзывчивый. Даня очень хочет попасть в семью, где у него будут любящие родители, брат и сестра. Где моя мама? Татаром отойдет. Здравствуйте, меня зовут Даня. Мне 12 лет. Я перехожу в 6 класс. Я еще увлекаюсь рисованием, борьбой, спортом, делаю оригами. В марте мы ездили на соревнования по легкой атлетике. Я там сначала не… Это первое мое соревнование. Я там ни одного места пока что не занял. Потом поехал через несколько дней на дартс тоже. Туда же, в первый интернат. И занял там третье место по борьбе. И это моя первая медаль на соревнованиях. И здесь у нас были еще соревнования. Я тоже занял первое место по борьбе. Он всегда хочет быть в центре событий, всегда участвовать. Если поют, то он поет. Если нужно с малышами, он помогает. Научить кого-то оригами. Пожалуйста, это Данил. Нарисовать газету, это Данил. То есть беда и выручка. Такой парень у нас хороший парень. Творчество, мне кажется, он живет этим. Я раньше не знал, что такое оригами. Потом узнал, как это мастерить. Я потому что люблю мастерить всякие штучки. Мне интересно узнать новое, как это создается. Я лего очень люблю. Я собираю лего. Там города. У меня в группе большая коробка лего. Я играю в лего. У него умер папа, и потом умерла мама. И вот он остался сиротой. Данилу очень нужна семья. И говорит, что была мама и был папа. И вот знаете, он прям живет этим, что вот найдут ему семью. Вот как он пришел к нам, и вот он ждет. Я мечтаю попасть в семью. Где папа, мама. Было бы хорошо, если бы там были братья и сестренка. Если вы хотели бы больше узнать о Даниле, или помочь другим ребятам обрести семью, обращайтесь в межрайонное управление Министерства социального развития, опеки и попечительства в Ангарске. А теперь о спорте. Команда Иркутской области готовится к турниру по мини-футболу в памяти Льва Перминова. Он стартует завтра на стадионе Ангара в Ангарске. Традиционное участие в соревнованиях принимают любительские команды из разных городов Иркутской области. Лев Перминов известен своими репортажами. Он один из первых, кто комментировал матчи в прямом эфире на радио. Во время войны Лев Петрович служил артиллеристом, дошел до Берлина. В этом году турнир в его честь пройдет 33-й раз. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте и делитесь интересными темами. С вами был Данил Недзельский. Оставайтесь с нами на Актисе. Не переключайтесь.